В считанные минуты расправится с туманом. Прямо сейчас он проводит испытания установки. Для этого сначала нужно смоделировать в лаборатории реальный туман. Теперь запускаем прибор. Вот сейчас пошел коронный разряд. Мы видим, пошел возмущение потока. Идет перемешивание влажного воздуха с сухим воздухом. Помимо всего прочего, идет осаждение капель как на дне камеры, так и на поверхности сетки. Построить подобную установку в нашей стране пытались еще с 30-х годов. В ее основу положен принцип работы электрофильтра. Создается коронный разряд между электродом и заземленной сеткой. В этот момент формируется так называемый ионный ветер. И вот этот ветер меняет верхний и нижний слои воздуха местами. Туман быстро стареет и рассеивается. Вот этот принцип может использоваться для вентиляции карьеров. На сегодняшний день в карьерах используются и газотурбины, двигатели ставят, и система огромной вентиляции, и так далее, и тому подобное. Новый прибор можно будет собирать из нескольких модулей в зависимости от площади, которую потребуется очистить от тумана. В Институте метеорологии судили увеличенную модель сетки, чтобы проверить ее действия в огромной 15-метровой железной камере. Для того, чтобы заполнить большую камеру туманом, пришлось использовать специально сконструированное устройство. Обычный бытовой увлажнитель, который использует Алексей Полей, здесь уже не подходит. Вот, видите, вот здесь ниточки. Вот эти ниточки. Это тонкие нитки, 0,3 миллиметра. На них создается коронный разряд. Испытания установки подтвердили большинство прежних расчетов. Эффективность составляет около 85%. То есть при включении фильтра воздух очищается от частиц тумана практически полностью на расстоянии до 10 метров. В реальности эта цифра может быть и больше. Что касается расходов, вот на этот экспериментальный модуль требуется около 200-300 ватт энергии. Но, как говорят ученые, другие методы рассеивания тумана, тепло, ветер или реагенты более затратны. Следующий этап испытания нового прибора, что называется на натуре, то есть в природных условиях. Все идет к тому, что человек в скором времени сможет управлять туманом так же, как за навесками на окна. В Перу открыт новый мертвый язык. Как бы парадоксально это ни звучало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...